Уважаемые любители кино! Дорогие алматинцы и гости Южной столицы! В честь Дня города с 15 по 21 сентября в кинотеатрах «Арман», «Цезарь» и концертном зале «Аллатал» вы сможете увидеть благотворительные ретро-показы лучших художественных фильмов киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. Давайте вместе вспомним шедевры отечественного кино. В торгово-развлекательном центре «Достык Плаза» продолжается первая в Казахстане мультимедийная выставка «Ван Гог. Ожившие полотна». Мультимедийная экспозиция представляет собой 3000 динамических изображений, связанных с жизнью и творчеством нидерландского художника. Картины, фрагменты его работ, личные фотографии. Все они транслируются с помощью современных технологий на огромные экраны, расположенные по периметру галереи. Благодаря этому полотна «Ван Гога» оживают и предстают перед посетителями в форме динамичного фантастического мира. В Алматы проходит пятый международный фестиваль современного искусства «Артбатфест» – проект, объединяющий казахстанских и зарубежных представителей различных направлений современного искусства. На этом фестивале отсутствуют границы между художниками, актерами, музыкантами и зрителями. Фестиваль позволяет горожанам по-новому взглянуть на Алматы, открывает новые имена в современном искусстве и вдохновляет на творчество. В рамках фестиваля пройдут выставки, перформансы, мастер-классы и многое другое. В Музее истории города Алматы открылась выставка, посвященная крупнейшему городу Казахстана – культурному, научному и финансовому центру Алматы. На выставке «Алматы и алматинцы» представлены фотографии из фондов Музея истории города Алматы, а также фотоматериалы художника Юрия Шнейдермана, ветерана Министерства внутренних дел Кабыша Баялина, победителя Олимпийских игр Ольги Шишигиной и многих других выдающихся жителей Алматы. Выставка продлится до 21 сентября. В этот день на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Горького пройдет музыкальная комедия в двух действиях «Бабий Бунт». Приходите и насладитесь блистательной игрой актеров. Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с Национальным музеем этнографии Южной Кореи представляет вашему вниманию новый выставочный проект «Ариранг. Душа Кореи». На выставке представлено более 240 уникальных экспонатов – книги, альбомы, журналы, газеты, сборники традиционных народных песен, грампластинки, одежда, бытовые принадлежности и другие экспонаты, дающие посетителям возможность ближе узнать поэтический склад души корейского народа, насладиться культурой и искусством этой страны. Выставка продлится до 28 октября. В Центральном государственном музее Республики Казахстан проходит выставка «Память о Хиросиме и Нагасаки», посвященная 69-й годовщине одного из самых страшных событий в истории человечества – атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. На выставке представлены фотостенды со свидетельствами трагедии и ее последствиях, документальные фильмы о разрушениях в результате ядерной бомбардировки, дневники выживших людей, бумажные журавлики, как символ молитвы за мир, а также выступление очевидца этих трагических событий. Выставка продлится до 19 сентября. Снаряды, которые лежат в арсеналах, они когда-нибудь могут взорваться, если мы все будем проходить спокойно мимо. И вот эта выставка еще раз напоминает тот ужас, от которого Казахстан первый встал и попытался и пытается до сих пор защитить человечество. Продолжение следует...